Предание о поздравлении с наступлением месяца Раби Аль-Авваль не имеет под собой никакой основы. Вопрос. Некоторые люди пересказывают хадис о вхождении месяца Раби Аль-Авваль. Кто поздравит, попросит благословения по случаю наступления этого достойного месяца, тому станет запретным огонь. Насколько достоверен этот хадис? Ответ. Хвала Аллаху. Мы не нашли источника этого хадиса и не нашли основания считать его существующим. Наряду с этим признаки слабости этого хадиса явны. Поэтому этот хадис нельзя приписывать пророку, так как в этом случае это будет возведением лжи на него. Возведение лжи на пророка относится к большим грехам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Передающий явную ложь от моего имени является одним из лжецов». Ан-Науы, да помилует его Аллах, сказал, «Этот хадис указывает на сильный запрет лжи, а также, что если человек почти уверен в том, что то, что он передает, является ложью, но передает это, то он является лжецом. И как он не будет являться лжецом, когда он говорит о том, чего не было?» В предании говорится, что человек будет защищен от огня посредством только лишь поздравления. Это преувеличение. Слова, сказанные необдуманно, наабум. Основываясь на подобные слова, ученые говорят о слабости хадиса. Ибн Каим, да помилует его Аллах, сказал, «Выдуманные хадисы покрыты мраком и скудны. В них присутствуют заурядные преувеличения, которые кричат об выдуманности слов, а также о возведении лжи на пророка, да благословит его Аллах и приветствует».